Принц Уильям и принц Гарри были вынуждены на время забыть о своей вражде. Братьев объединила общая горе, смерть их любимой бабушки Елизаветы II. Однако, как сообщают инсайдеры, герцогу Сосекскому крайне трудно дает сообщение с Уильямом. Вынужденный контакт его тяготит. Тем не менее, источник из близкого окружения Гарри подчеркнул, что братья, все же стараются изо всех сил, проявлять уважение и участие по отношению друг к другу. 19 сентября принц Уильям и герцог Сосекский вместе проводили в последний путь Елизавету II. Принц Уильям отменил свою поездку в Нью-Йорк, которая была запланирована на конец сентября. Саммит инноваций Эрдшот Прайс пройдет 21 сентября без участия принца Уэльского. Саммит призван оказать влияние на проблемы окружающей среды и климатические изменения в современном мире, а также ставит целью ускорить процесс восстановления нашей планеты посредством сотрудничества и смелых инноваций. Также ожидалось, что принц Уильям посетит своего брата, принца Гарри, в его роскошном особняке в Монтисито. Однако смерть королевы Елизаветы II 8 сентября заставила пересмотреть все планы. Новый британский король Карл III, ранее известный как принц Чарльз, назвал смерть своей матери «моментом великой печали». Уильям впервые прибыл в замок Балмарал 8 сентября со своим отцом и королевой-консортом Камиллой после того, как тем же утром Букингемский дворец опубликовал заявление об ухудшении здоровья королевы. В то же самое время Кейт Миддлтон оставалась дома в Англии, так как это был первый день в школе для детей пары. На прошлой неделе принцы Уильям и Гарри с супругами впервые за долгое время появились вместе на публике. Члены монаршей семьи воссоединились, несмотря на разногласия, чтобы почтить память Елизаветы II. Поклонники тут же принялись обсуждать редкий совместный выход враждующих родственников. Многие обратили внимание на внешний вид герцогинь. На новых снимках, по мнению некоторых пользователей, монарши особо одного возраста выглядят совершенно по-разному. Маркель кажется значительно моложе и увереннее, чем изможденная Кейт. Поклонники предположили, что жена принца Гарри тщательно подготовилась к выходу в свет в компании новой принцессы Уэльской. Миддлтон тем временем была занята воспитанием детей, поскольку из-за переезда отказалась от услуг няни, что не могло сказаться на ее внешнем виде. Вчера в Вестминстерский дворец доставили гроб с телом Елизаветы II, там же прошло официальное прощание с ее величеством. В церемонии приняли участие практически все ключевые фигуры британской короны, новоиспеченный король Карл III, его супруга Камила Паркер Боулс, принц Уильям и Кейт Миддлтон, принцесса Беатриса Евгения, принцесса Анна, принц Эндрю, а также принц Эдвард со своей супругой графинью из секской, Софи и дочерью леди Луизой Виндзор. Но особое внимание все равно было приковано не к ним, а к главным бунтарям монаршей семьи, принцу Гарри и Меган Маркель, которые, несмотря на все скандалы и недопонимания, присоединились к представителям короны, чтобы проводить Елизавету II в последний путь. На фотографиях, опубликованных дворцом, многие поклонники и эксперты обратили внимание на то, что сосекские не соблюдают королевский протокол, что стало следствием бурных обсуждений. К счастью, на этот раз критики решили поддержать пару и объяснили, что уже на протяжении нескольких лет супруги не являются частью королевской семьи, поэтому не обязаны соблюдать протокол. Гарри и Меган просто скорбящие родственники, поэтому они не обязаны следовать протоколу. Они могут держать друг друга за руки, что и делали на церемонии, ведь это очень эмоциональный момент и такая большая потеря для всех, отметила эксперт по языку тела и жестам Энбаал Ханегман. Однако это не избавило герцогов от шквала критики. Многие утверждали, что во время процессии Меган еле сдерживала улыбку, а как только камеры снимали кого-то другого, то и вовсе ухмылялась. Они в любом случае часть семьи, не слишком ли много они взяли на себя, не соблюдая протокол в такой день. Гарри и Меган могли следовать правилам эти жалкие 20 минут. В Меган не видно благородства и статуса, ей придется много работать, чтобы встать наравне с другими представителями семьи и ей нужно отучиться постоянно держать Гарри за руку, писали пользователи в социальных сетях. Поклонники отметили, что принц Уильям и Кейт Миддлтон также были убиты горем, но они понимали, что находятся на службе, поэтому держали лицо. Принц Уильям находился в публичном месте и понимал это. Он тоже потерял свою бабушку, но сейчас его работа заключается в том, что он старший сын короля, а это важнее горя, заявили фанаты и привели в пример слово нового короля Великобритании Карла Третьего. Он сказал, что его нынешний статус – это великое наследство и большая ответственность, о которой нельзя забывать. После смерти Елизаветы II, в монаршей семье многое изменилось. Принц Чарльз стал королем и взял себе имя Карл III, принц Уильям и Кейт Миддлтон унаследовали титулы принца и принцессы Уэльских. Кроме того, не остались в стороне и дети принца Гарри и Меган Маркель. Трехлетние арчи и годовалая Лилибет автоматически получили титулы принца и принцессы в связи с тем, что их дедушка теперь официально правящий монарх. К слову, для детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон королева Елизавета II в свое время сделала исключение, дав им титулы принцев и принцессы. Однако накануне выяснились новые подробности. Арчи и Лилибет получат высокие звания, но без титула их королевских высочистов. Гарри и Меган обеспокоены проблемой безопасности. А с получением этого титула они могли бы рассчитывать на помощь британской полиции в охране их детей. За последнюю неделю у них был не один разговор с Карлом Третьим на эту тему, отметил источник. Напомним, что в прошлом году Меган Маркель в интервью о Преуинфри возмущалась, что Арчи была отказала в титуле из-за его цвета кожи. Но представители Букингемского дворца поспешили опровергнуть эту версию. Карл Третья изящно почтил память своей первой супруги, выступая с публичной речью после смерти матери. Новый монарх в своем официальном обращении к нации затронул несколько важных вопросов. Своё выступление король начал словами, адресованными Елизавете двумя. Новый монарх произнес трогательную речь в честь покойной матери и процитировал отрывок из Гамлита, «Да будут воспевать тебя ангелы до твоего упокоения». Телеведущая Дон Нессон заметила, что эта цитата также звучала на похоронах принцессы Дианы. По словам журналистки, таким изящным способом Карл Третий выразил уважение своей первой супруге, принцессе Диане. Эта фраза из «Гамлита» также была прочитана на похоронах леди Ди. Поэтому мне интересно, не было ли то, что он, Карл Третий, выбрал именно эту фразу, тонким упоминанием и данью уважения его покойной жене, поделилась Нессон в эфире Sky News. Кроме того, сын Елизаветы II объявил старшего сына Уильяма принцем Уэльским. Его супруга Кейт стала принцессой Уэльской, когда нее именовали Диану. Новый монарх также упомянул в своей речи своего младшего сына принца Гарри и его жену Меган Маркель. «Я выражаю свою любовь принцу Гарри и Меган, они продолжают строить свою жизнь за границей», — сказал он. Принц Эндрю пользуется не очень хорошей репутацией в обществе. Из-за скандала, связанного с обвинением в изнасиловании несовершеннолетней, его лишили почетных воинских званий, а затем и королевских патронажей. Как герцог Йоркский не пытался завоевать доверие публики, ему так и не смогли простить сомнительных историй из прошлого. Накануне жители Шотландии прощались с Елизаветой двумя. Гроб пронесли по улицам Эдинбурга. Однако не обошлось без скандального происшествия. Пока в толпе повисла трагическая тишина, один из участников мероприятия позволил себе оскорбить принца Эндрю, который сопровождал похоронный кортеж. Мужчина выкрикнул из-за ограждения «Эндрю, ты старый извращенец». Таким образом, незнакомец хотел выразить свое негодование по отношению к герцогу Йоркскому и его проступкам. Другие участники мероприятия быстро среагировали и начали громко скандировать «Боже, храни короля». Затем нарушителя спокойствия повалили на землю, он был задержан полицией. Во время ареста бунтарь возмущался и выкрикивал, что это отвратительно и несправедливо. Напомним, что в прошлом году американка Вирджиния Робертс Джуффре заявила, что принц Эндрю неоднократно насиловал ее в несовершеннолетнем возрасте. Как сообщает предполагаемая жертва, это происходило в доме друга герцога Йоркского, влиятельного американского миллионера Джеффри Пштейна, которого обвинили в продаже людей в сексуальное рабство и подкупе потенциальных свидетелей.